МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДТП среди бела дня. На пешеходном переходе сбили девушку. Она была госпитализирована. В каком состоянии пострадавшая? Месяц осени позади. Синоптики обещают комфортное начало октября. Что будет дальше? В субботы в прогнозах синоптиков сплошная облачность и дожди. А также обновленные цифры, прямая линия и рейс Москва-Минск. Самолеты из Беларуси снова начали летать в страну-соседку. По каким дням? В центре внимания внешняя торговля. Город посетила делегации Приморского края России. Это уже второй по счету визит в Бобруйск за две недели. Перспективы сотрудничества и открытия торговых домов. Максим Кемель знает больше подробностей. Российские партнеры продолжают знакомиться с бобруйскими предприятиями. Наши восточные соседи не скрывают. Беларусь – стратегический союзник. Отсюда и такой большой интерес. Взаимовыгодные. Старт визита пришелся на Славянку. В объективе легкая промышленность. Приморцы с продукцией местной фабрики знакомы не понаслышке. Детская одежда с логотипом предприятия представлена в магазинах города Артема. А значит, логистический вопрос решен. От Бобруйска до Дальневосточного региона для справки почти 10 тысяч километров. Есть еще второй сложный вопрос. Это Китай, который находится рядом и граничит там. Засилие китайских товаров немножко уже надоело местным жителям. И то, что губернатор края принял решение работать с Беларусью, для них это все-таки мы Европа. И с европейским товаром это, как говорится, для нас возможность нарастить объемы продаж в этот регион. Соответствовать современным трендам – главная задача предприятия, отмечает директор. В этом убедились и российские партнеры. Гостям продемонстрировали все – от защитных масок до верхней одежды. Здесь свою продукцию представили также Бобруйс-трикотаж и Кожевинный комбинат. Модный показ уже дает свои плоды. Мы обговорили, обменялись всеми реквизитами, дали прайс-листы, фотографии. И самое главное – есть заинтересованность. И уже наши конкретные специалисты будут непосредственно отрабатывать дальнейшие шаги. Следующим пунктом в списке визита стал «Красный пищевик». Здесь прошла презентация не только знаменитого зефира и халвы, но и продукции мясокомбината. Сочный Бобруйский бровер тоже не остались в стороне. В ассортименте представленных продуктов – полюбившиеся всем товары и новинки. После соотношения цены и качества – самая вкусная часть – дегустация. Конечно, Россия была и остается для нас основным внешнеторговым партнером. И при том здесь взаимовыгодное сотрудничество. Для нас это прежде всего много экспортных позиций. И сегодня мы эти экспортные позиции еще раз нашим партнерам продемонстрировали. В то же время и мы заинтересованы и в поставках продовольствия из Приморского края. То есть то, чего у нас нет – это морепродукты прежде всего. Мы заинтересованы и в различных компонентах, которые используются в нашем химическом производстве. Их используют наши гиганты, такие вот, как сегодня мы в Бобруйске, как Белшина. Поэтому это действительно шаги навстречу друг другу. Увеличить товарооборот в два раза. Именно такая задача стоит перед российским регионом, признается министр промышленности и торговли Приморского края. Продукты из Бобруйска и прописка, уверен глава ведомства, займут в стороне соседки лидирующие позиции. Стороны уже договорились создать торговые дома как на территории Могилевской области, так и в Дальневосточном регионе. Мы испытываем большой интерес к продуктам питания, потому что мы знаем, что эти продукты высочайшего качества. Они сделаны с соблюдением всех технологий. И это товары, которые просто полюбились уже жителям Приморья. Это вкусно, это очень полезно. И мы надеемся на то, что и жители Белоруссии тоже получат доступ к дешевой доступной рыбе. Возможно, красный икраб из Приморья найдет свое место на прилавках магазинов. За две недели это второй по счету визит делегации Приморского края в Бобруйск, что является подтверждением огромного интереса к нашей продукции. Мы реально понимаем и оцениваем значимость именно наших друзей, наших гостей, потому что те предприятия, которые сосредоточены в городе, это начиная от легкой промышленности, заканчивая машиностроением, они говорят о том, что мы реально можем сегодня предоставить интересные предложения для наших российских партнеров. За январь-июль 2020-го Могилевская область и Приморья наторговали на 734 тысячи долларов. За аналогичный период прошлого года рост в 123%. Партнеры уверены, это далеко не предел. Наращивание сотрудничества – главный итог встречи. Теперь с ответным визитом в Приморский край ждут Бобруйский деловой десант. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. На Ульяновской избили пешехода. Это случилось в пол 11 утра. Рено двигалось от Рженикидзе в сторону 50 лет в ЛКСМ. При совершении поворота на дворовую территорию француз наехал на девушку. Она переходила проезжую часть по зебре. В результате ДТП пешеходу будет причинить следственное повреждение, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. Еще одно ДТП случилось во второй половине дня. На Минской столкнулись три машины. Авто получили механические повреждения. Специалисты выясняют причину происшествия. Проверка генпрокуратуры, новый паспорт и 100 идей. В стране дан старт республиканскому проекту «Как стать участником». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Взаимодействие Беларуси и России приносит ощутимый экономический эффект. Об этом на встрече с губернатором Брянской области заявил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что накануне завершил работу седьмой форум регионов, на котором подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. По своим результатам нынешний форум превзошел все остальные. Заключены контракты на сумму более 750 миллионов долларов. Белавия возобновляет полеты в столицу России. Вылет из Минска в 12.35, из Москвы в 14.45. Время в пути – час 20. Иностранные пассажиры при себе должны иметь медсправку с отрицательным результатом теста на коронавирус, выданную не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Полеты будут выполняться один раз в неделю по средам в аэропорт Домодедово. Генпрокуратура Беларуси отреагирует на все факты несвоевременной выплаты зарплаты. В 2020-м уже проведено 86 проверок соблюдения трудовых прав жителей. Как сообщается, внесено около 350 актов надзора. 297 виновных лиц привлечены к ответственности. Беларусы смогут получить паспорт нового образца с 1 января 2021-го. Биометрическая смарт-карта с интегральной микросхемой – документ, удостоверяющий личность гражданина внутри страны. Ее предлагается выдавать с 14 лет, либо с рождения по желанию родителей. Новый документ будет служить 10 лет. При этом массовой замены с января не планируется. Поменять паспорт можно будет, когда у него закончится срок действия, либо по желанию. Дан старт 10-му сезону республиканского молодежного проекта «БРСМ. 100 идей для Беларуси». Представить свои предложения можно в 10 номинациях. В каждой выберут два победителя в двух возрастных группах. В 2020-м проект реализуется в несколько этапов. Прием заявок уже открыт. Их можно направить напрямую в территориальные комитеты «БРСМ», либо заполнив форму на сайте 100ids.by. Уже в ноябре пройдет первый отбор. Стали очевидцем происшествия? Даетесь над решением болевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты «БРСМ-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Бобруйске пройдет прямая телефонная линия. 5 октября с 12 до часа на вопросы жителей ответит руководство горисполкома, районных администраций, государственных органов и коммунальных служб. Номера специалистов можно найти на сайте Бобруйского горисполкома. В Беларуси выздоровели и выписаны 74 525 пациентов с COVID-19. Зафиксированы более 78 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Лаборатории обработали свыше 1 миллиона 800 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Вторая российская вакцина от коронавируса препарат Новосибирского центра «Вектор» официально получила патенты. В сообщении научного центра вирусологии и биотехнологии отмечается. Вакцина «Вектор» отличается тем, что содержит фрагменты вируса. Лекарства вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствуют развитию иммунитета. Клинические испытания уже завершились. Теперь предстоит этап пострегистрационных исследований. Первый месяц осени порадовал белорусов комфортной погодой. В списке городов побиты температурные рекорды. В среду за окном было до плюс 18. Надолго ли тренд? Смотрите сейчас. Октябрь в Беларуси начнется с теплой, но неустойчивой погоды. Синоптики предупреждают об усилении ветра порывами до 15-18 метров в секунду. По югу страны возможны непродолжительные дожди и грозы. Как сообщает гидромет, ночью по стране ожидается 5-14 с плюсом, днем 15-20 градусов. Теплая комфортная погода сохранится в стране до конца рабочей недели. С субботы в прогнозах синоптиков сплошная облачность и дожди. На Стамбул обрушили сильный ливень и град. Стихия затопила улицы и подземные переходы. В считанные минуты машины ушли под воду. Для горожан такое буйство природы стало неожиданностью, несмотря на то, что метеорологи предупреждали о сильных осадках в ряде районов. О пострадавших пока не сообщается, но спасателям работы заметно прибавилось. Лесные пожары, бушующие по всей Северной Калифорнии, унесли жизни трех человек. Уничтожили сотни домов и привели к эвакуации более 70 тысяч жителей. Огненная стихия не пощадила 150 строений. Под угрозой оказались по меньшей мере полторы тысячи зданий. Примерно в 225 километров к югу продолжает опустошать земли пожар «Класс Файр». Дома и винодельни долины Напа превращены в руины. Завтра утром в Абрыске будет сплошная облачность. Днем из-под туч ненадолго выглянет солнце. Максимально градус термометра покажет отметку 18. Минимально опустится до 12. Осадки не ожидаются. Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!